Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачаево-Черкесия. В 2024 году приступили к ремонту 15 образовательных учреждений, 6 из которых будут готовы к концу года. Также в республике продолжается строительство новых школ в Адыгихабле, Черкеске, Хабезе и Кардоникской. Рашид Темрезов выразил уверенность, что это позволит не только создать современные комфортные условия для обучения детей, но и решит задачу по снижению числа обучающихся во вторую смену. Проблема одного из домов в Черкесске регулярно дает о себе знать после длительных дождей. Хлюпающие от влаги подвалы потом еще долго напоминают горожанам о необходимости как-то сберечь свою собственность. За помощью они обратились в редакцию Вестей. Подробности у Артура Мхце. Тут стояла по колено тоже. Управляющая компания никогда не чистила, да, ваш подвал? Жители 40-го дома по улице Первомайской пригласили в гости всех, кто мог бы помочь им с устранением течи в подвалах. И не только с этим. Впрочем, захламленные помещения под многоэтажками Черкеска в большей степени вина самих горожан. А вот подтачивающая фундамент вода – та еще проблема, от решения которой зависит комфорт проживания и целостность самого здания. Со слов жителей, какие-то воды поступают в подвал. Жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, письменная, я подчеркиваю. Потом, выждав какое-то время, реакция есть или нет, обратиться в государственную жилищную инспекцию КЧР. Обязательно обращение должно быть письменно. И вот тогда уже госжилнадзор совместно с управляющей компанией решает этот вопрос. Понимает, кто виноват, причина, может быть, какая-то ресурсоснабжающая организация задействована. Если это не помогает, жильцы должны обратиться в прокуратуру города Черкеска, либо Карачаева Черкесской республики. Представители регионального жилнадзора и Народного фронта по Карачаево-Черкесии опросили собственников квартир и подвальных помещений. Так, сами жители пожаловались на то, что им приходится самим прочищать вентиляционные каналы. Некоторые горожане сочли виновными в своих бедах коммунальные службы. Вент-каналы? Или что, почистить? Вентиляция. Это очень серьезная вещь, потому что... Я тоже высыпала, мы тоже живы на последнем этаже. Ну ладно, я им даже помогал, я говорю, а рядом, что... Сказали, что это должны делать мы лично, сами. А рядом еще хуже забиты. Там еще хуже забиты. Там и изображения яйца, и бухлые, голуби там валяются. Мы, электрик бедный, пришел, собрали какие-то провода и какой-то выключатель. Вот это он сделал. На второй день уже погас. Подвал, зайти нельзя. Там сыро, там темно. А сыро почему? Сыро, потому что течет везде. В основном течет все трубы, которые делали. Если дела с прочисткой вентиляционных каналов и электропроводкой действительно обстоят не очень хорошо, то проверка подвалов показала, что сами коммуникации заменены. Однако в период дождей вода все равно затапливает помещение под жилой многоэтажкой. Оттуда идет, если... Оттуда канализация. Оттуда пошла канализация. А если дожди идут, вода идет отсюда. А самый худший валяй, когда и оттуда, и отсюда идет. Новый осмотр проблемного участка прошел в присутствии представителя управляющей компании, который рассказал о ранее проделанной в доме работе по замене коммуникаций. Предварительный вывод делаем, что управляющая компания здесь не при чем, потому что инженерные сети поменены фондом капитального ремонта, мы видим там. Но грунт все равно сырой. Также находятся колодцы водоканала рядом, но колодцы заполнены канализацией. Существовала вероятность, что вода в подвалы поступает из-за неисправности канализационных колодцев. Было принято решение провести ремонтные работы, но чтобы их провести, нужно было получить разрешение мэрии на вскрытие плиточного покрытия данного двора. Соответственно, было направлено письмо в коммунальный отдел мэрии, на что получили положительный ответ и провели ремонтные работы по демонтажу кирпичного колодца, так как дом – старый фонд, и установили новые бетонные кольца с заделкой герметичных швов. В данный момент в регионе относительно сухая погода. Подтопление подвала будет снова заметным на фоне длительных дождей. Если проблема не будет решена, общественники и коммунальщики рекомендуют жителям обратиться в муниципалитет, чтобы были предприняты меры по комплексному водоотведению грунтовых вод. В Карачаево-Черкесии продолжается набор граждан на контрактную службу в Министерство обороны России. Несколько человек, которые изъявили желание стать профессиональными военными, сегодня заполнили в военкомате Черкеска все необходимые документы. Им, а также представителям средств массовой информации рассказали о преимуществах заключения в нашей республике контракта с оборонным ведомством. Одно из них – самая высокая по России единовременная выплата, которая суммарно составляет полтора миллиона рублей. У нас каждый день, начиная с 10 июня, как подняли региональную выплату, идет порядка пяти до десяти человек ежедневно поступает на военную службу по контракту. Региональные выплаты составляют полтора миллиона рублей, то есть миллион триста пять тысяч – это согласно указу главы Карачаева Черкесской Республики и 195 тысяч – согласно указу президента Российской Федерации. Итого, человек при оформлении на военную службу по контракту получает полтора миллиона рублей единовременно. Кандидат мужского пола мы набираем от 18 до 64 лет, женщин мы рассматриваем до 45 лет, но женщин мы набираем только по трем профессиям, то есть или повара, связисты или же медики. Отправляем документы на согласование, приходит подобранная воинская должность, все, она проходит медкомиссию, профотбор, собирает документы и также становится военнослужащим по контракту. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. А в первой половине ночи в отдельных районах сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, в горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 28, плюс 33. В горах местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Черкесии без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 31, плюс 33 градуса. Управлению Федеральной почтовой связи Карачева-Черкесии исполняется 30 лет. Сегодня в Черкесске состоялось торжественное собрание, на котором поздравили сотрудников и вручили им награды. Подробности у Али Баташева. Букеты цветов, почетные грамоты, благодарности различных министерств и ведомств республики, теплые слова поздравлений были адресованы работникам почтовой связи городов и районов Карачева-Черкесии. Чтобы доставить письмо, нужно провести кропотливую работу. Это начальник, это оператор, это почтальон, это водитель должен отвезти в другую республику, в другую страну, в другой населенный пункт. Поэтому наша почтовая работа, это связано с людьми. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, цифра 5 на синей пляшке, в синей форменной фуражке, это он, это он, Карачаево-Черкеский почтальон. Первый раз, еще долго было встречались в двери почтальоны, приносили только самые добрые, хорошие известия. Александра Мищенко работает почтальоном в Учжигуте 35 лет, доставляет пенсии, корреспонденцию на пятом участке, протяженность которого более 20 километров. Утром вышла и пошла по участку. Ну, я иду по участку с закрытыми глазами, потому что, я же говорю, с 89-го года я на этом участке, и иду с закрытыми глазами, я знаю каждого человека, кому зайти, кому, как говорится, газету дать, кому же письмо дать, кому что. Я говорю, не знаю, ходим. Устаю, конечно, уже возраст, устаю, но ничего. Ходим, ходим и ходим. Надеюсь, и буду ходить. Преданность своей профессии, долголетний добросовестный труд лучших специалистов почтовой связи были отмечены почетными грамотами и благодарностями Народного собрания, различных министерств и ведомств региона, а также редакциями День республики и национальных газет Карачаева-Черкесии. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия. Рождение ребенка – долгожданное событие, но горестно, когда у ребенка возникают проблемы со здоровьем. Алия Тулпаровой всего 9 месяцев, но малышка уже столкнулась с необходимостью прохождения серьезного лечения. И этот процесс невозможен без нашего с вами участия. Адина Каракетова подробнее. Девятимесячная Алия – веселая и активная малышка. Хорошо кушает, любит танцевать под синий трактор и подвижные игры. Уже говорит мама и папа. На первый взгляд даже и не скажет, что у девочки какие-то проблемы со здоровьем. Но недавно ей поставили диагноз – асимметрия черепа. На то, что с головой ребенка что-то не так, мама Алии Анжела обратила внимание сразу же в первые дни после ее рождения. В роддоме, когда уже дали ребенка, я обратила внимание, что у нас голова как бы чуть в одну сторону выпуклая. Врачу сказала, она мне сказала, укладывай на другой бочок. Мы выписались на третьи сутки после роддома. На следующий день педиатр, когда пришел, тоже я показала. Сказали, что ребенок лежал, наверное, на одном веку. И тоже такой же советовала. Потом я замечаю, что у нас это не проходит. И уже начала смотреть в интернете. Родители детей с такими же диагнозами рекомендовали Анжеле обязательно проконсультироваться у нейрохирурга Леонида Сатанина в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко, что немедленно и сделала Анжела. Проконсультировалась, записалась, нас пригласили. Время, конечно, у нас прошло. И пока мы записались, месяц ждали запись. Нам подтвердили наш диагноз, мои предположения. Врач Сатанин, нейрохирург очень хороший, грамотный, кстати. Он нам сказал, что у нас уже глазки в разные стороны, асимметрия пошла, ушки ствинулись. И что нам операция не нужна, нужен шлем. Краниально-ортеза, или попросту шлем, изготавливается для каждого ребенка индивидуально. С использованием данных обследования компьютерной томографии и компьютерного моделирования. Ношение такого шлема позволит черепу альи расти в правильных проекциях и будет препятствовать его патологической деформации. Активнее всего шлем помогает, если носить его в раннем возрасте, когда кости являются наиболее пластичными. По мере роста черепа шлем подлежит замене, но краниально-ортез стоит недешево. Дал нам номер телефона, мы связались там, где делают шлем. А там нам предложили уже, что можно через фонд оплатить. Чтобы приобрести шлем, нам нужно время, чтобы самим собрать деньги. У нас время ограниченное, потому что ребенок растет. Мы так поздно обратились. Нам надо было в 3-4 месяца уже носить этот шлем. Поэтому мы обратились в фонд за помощью, чтобы он нам помог. Сумма шлема у нас получается 180 тысяч. Для помощи Алие отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» и любую сумму, например, «Дети 100». Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Или пройдите по ссылке QR-кода. Другие способы помощи на сайте РУСФОНДА. Ахмадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сотрудники госавтоинспекции Черкеска провели профилактический рейд, направленный на предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД. В ходе проверки полицейские выявили 57 правонарушений. Подробнее. Алихан Лепшоков. Проведя развод сотрудники госавтоинспекции по Черкеску определили рейдовые группы, которые будут направлены по тем местам, где чаще происходят нарушения. Полицейские останавливали водителей и проверяли их на наличие неоплаченных административных штрафов. Сотрудники УГИБДД отмечают, что невнимательность, а порой и незнание правил дорожного движения несут опасность всем окружающим. Также будет делаться особый акцент при проведении рейдовых мероприятий на выявлении транспортных средств, на которых внесены изменения в конструкцию, которые не узаконены. Это у нас бывает вообще, может быть, это у нас и газобаллонное оборудование, это у нас и всевозможные бамперы, спойлеры, которые не соответствуют конструкции транспортного средства. Это у нас и платные системы, которые по сей день нас мешают нашим гражданам, в том числе и по городу Черкеску, очень много жалоб. В ходе рейдового мероприятия были выявлены такие нарушения, как незаконное установление плюночного покрытия, выезд на встречную полосу, нарушение правил перевозки детей и управления состоянием опьянения. Мы все с пониманием относимся к таким проверкам, и, безусловно, каждый из нас должен соблюдать правила дорожного движения, говорят водители. Правила ПДД дорожного движения соблюдаю, не нарушаю, стараюсь, точнее, не нарушать. Ну, бывает, еще греха-то и там, перемешаю, еще что-то, но вовремя оплачиваю. Вот сейчас штрафов нет, проверили меня только что. Если вы штраф получили, какая выгода идет человеку в оплате штрафа? Если он не оплачивает в течение, по-моему, двух недель, то у него штраф удвоится. Так что да, там есть мысль оплачиваем. За превышение там 250 рублей, по-моему, потом уже 500 рублей. Поэтому, ну, хочешь, не хочешь, лучше оплачивать. В итоге полицейские выявили 57 административных нарушений участниками движения. Также при проверке документов сотрудники госавтоинспекции проводили разъяснительные работы по соблюдению ПДД с водителями. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите торжественную церемонию открытия 33-го международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». Хороших выходных. До встречи.